включить все записи я записал включил может быть будете пересматривать значит татьяна повторюсь я планировал вам сегодня рассказать только минимум как создавать имитацию прямых эфиров через сервис restream да но я вам расскажу всю схему и я очень надеюсь на то что у нас сегодня с вами будет такой откровенный разговор потому что я сегодня на вас хочу протестировать на 1 то что я буду рассказывать только людям которых наш президент отнес к разделу лидеров вы же понимаете что он записал вот эти семь уроков четко разделенных на две части для всех это первые четыре и последние три это все-таки в первую очередь для лидеров для вас понимаете то есть он это сделал для тех людей которые готовы уже сейчас проводили проводят эта презентация вот я вам сейчас расскажу чуть побольше что вам с моей точки зрения пригодится но давайте начнем с честного вопроса с ответа на первый для меня очень важный вопрос вы вообще планируете в будущем или вот все-таки продолжать принимать участие проводить прямые эфиры планируете только честно скажите нет и честно вот так такого масштаба вот как мы сейчас проводим не как бы не очень хотелось бы вот до сегодняшнего момента почему до сегодняшнего момента потому что после вчерашнего эфира оказалось что моих людей мои люди смотрели этот эфир некоторые возможно в запись потом смотрели не знаю но сегодня достаточно много был звонков и даже вчера вечером в группе в контакте именно в группе задавались мне вопросы по эфиру и на сегодняшний день уже спрей для массов как его и спрашивают у нас уже его практически разобрали но вот я вам честно хочу сказать смотрите я по вашему прямому эфиру но я вообще решил что все-таки нельзя все делать за людей правильно да вот и не это неправильный подход и я когда создавал прямой эфир его описание я сделал то описание которое вы разместили и вашу ссылку все кто смотрел на страничках ольги васильевны этот прямой эфир они все видели вашу ссылку видите вот я это сделал реально специально потому что но для ольги васильевны как бы все равно все равно вы все ее команда для вас это все-таки с моей точки зрения будет абсолютно не лишним потому что это был ваш прямой эфир это был ваш реально труд и каждый труд должен оцениваться оплачивать значит смотреть татьяна значит если вы планируете дальше проводить прямые эфиры то есть скорее всего то что я вам сегодня буду рассказывать вы будете использовать потому что все таки если вы не планируете вот дальше применять вот те знания которые вам сегодня выдам на гора то зачем это тратим время логично конечно потому что ну мне реально уже надоело что-то делать без виденье результата я сейчас никого ни в чем не обвиняю мне очень понравились в этом отношении слова президента он сказал что не надо скажем так думать почему другие что-то не делать нужно ответить на вопрос что делаешь ты поэтому вот это сейчас у меня такой девиз значит я вам сейчас задам несколько вопросов по ответе еще реально по-честному я правильно понимаю что вы сейчас занимаетесь развитием профилей в социальных сетей или профиль правильно да и тут наверное правильнее будет сказать одного профиля вы все увлечены сейчас instagram нет нет ни одного инстаграма ну как бы я мало что делаю прям по минимуму как получается все равно я больше работаю в контакте принципе фейсбук одноклассники но отклик больше контакте и как там больше я там все таки вот ну в общем вот мы его прям хорошо мне ответили то есть вы уже понимаете что все таки какая то есть одна профилирующая социальная сеть она у всех разное это не то есть не инстаграмом единым скажем так мы все живы но всегда есть какая-то социальная сеть которая вам больше нравится почему потому что именно в этой сети у вас что-то получается вы видите результат да да реально теперь вас уже есть четкое понимание что одновременно тащить несколько социальных сетей то есть полностью их продвигать это очень большая временная нагрузка то есть если бы я вас просил там продвигать одновременно контакт фейсбук инстаграма одноклассники то есть вы уже сейчас понимаете сколько этого времени у вас занимало да ну да но а так в принципе вот эти все публикации которые я делаю я просто копирую бросай вот мы прямо сейчас ответили на второй очень важный вопрос то есть если вы хотите взять одну приоритетную сеть как все это и делаю да у всех вот у меня сейчас тоже они периодически меняются приоритеты в социальных сетях навсегда есть какая-то приоритетная сеть где очень хорошо работает но бросать другие аккаунты которые вы уже сделали да тоже как бы не хочется правильно конечно вот и тогда нам нужны какие-то инструменты которые позволяют то что вы делаете в одной социальной сети быстро разносить по другим социальным сетям сейчас я так насколько я понимаю в это делаете руками правильно сделали какую-то публикацию в одной социальной сети и потом просто ее раскидали по другие опять же есть четкое понимание что если бы вы размещали публикацию в одной социальной сети и она вас автоматически распространялась по другим социальным сетям это бы вас но выделила сократила приличный кусок времени конечно есть да опять же есть четкое понимание того что если бы мы могли выбирать например два-три часа хотя бы раз в неделю и на создавать этих публикаций на неделю или на две да и потом опять же с помощью какого-то сервиса сделать так чтобы он их в нужное нам время по всем нашим социальным сетям размещал это у нас еще больше бы времени выделила понимаете то есть вы все сетевики и я в том числе да мы все люди у которых нет времени свободного но вот всегда нет свободного времени поэтому нужно искать такие инструменты которые бы нашу работу сделали более эффективной то есть я что-то в одном месте сделал у меня бопс сразу это все мое появилось других социальных сетях теперь вот еще один вопрос только вот тоже честно на меня мне на него ответе вы уже пришли к пониманию того что сейчас вот 2020 году уже как бы мало просто сделать какую-то публикацию в социальной сети вот да даже если вы это делаете каждый день или там как некоторые просят делать это два раза в день понимаете просто что-то выложить социальную сеть этого сейчас мало то есть я хожу по профилям смотрю классные публикации даже есть у людей но у них охват один или два человека то есть то что люди делают социальных сетях никто кроме них и там еще двух коллег извините не видит поэтому можно честно говорить что люди просто тупо тратят времени почему потому что они либо не могут делать публикации такие которые бы социальные сети начинали продвигать сами да либо они не вкладываются вообще в продвижение то есть вот это вот важная задача донести то что я выложил до нужных мне людей народом не делается них просто навыков технических нет и времени нет понимаете я понятно сейчас то есть люди вроде бы что-то делают социальных сетях даже каждый день и даже по несколько раз день но эффекта от этого практически никакого нет я не говорю что он нулевой я говорю он несоизмеримый с теми временными затратами которые люди на это вот вырывают от себя вот сейчас наша основная проблема я живут специально хожу на планерки и слушаю народ что говорит мы сидим в этих социальных сетях до такого резкого выхлопа мы не получаем вот это же основная проблема ее правильно сформулировал да то есть я выехал там куда-то рассказала поэтому продал подписал и так далее а в социальных сетях сижу кучу времени трачу кучу нервов а выхлопа как бы нет правильно же наша поэтому почему так получается потому что мы не можем продвигать наши публикации мы не можем сказать социальные сети сделать то чтобы социальные сети эту публикацию нашему сама стала продвигать потому что социальная сеть продвигает публикации которые интересные и либо мы сымитировали интерес к нашей публикации совместно то мою как-то лайкаем комментируем и так далее то есть мы создаем это вот как бы активность да либо мы просто тратим время либо бабки в продвижение ну такое принудительно этой публикации понимаете вот если мы не первое не второе не делаем то от нашей работы результат но практически но близки к нулю вы понимаете поэтому что нам остается если у нас нет технических знаний нет у нас денег нет вот прям четкое понимание как сделать так чтобы наша публикация выстрелила причем мы же двигаемся бизнес и давайте вот не завидовать людям которые занимаются развлекательный в развлекательных нишах да они там опубликовали какой-нибудь видео этом собачка или еще что-то она там начинает набирать столько просмотров и народ вот смотрите я там золотой с пятью руками да хрень это вообще несравнимые вещи мы работаем в бизнес тематике мы не можем вообще даже сравниваться с развлекательным контентом он всегда набирает больше и там делать вроде бы даже ничего не надо двигать бизнес тяжело поэтому что нам остается нам остается сосредоточиться на том контенте который стоп с вероятностью сто процентов будет продвигаться самой социальной сетью какой-то эфиры прямые эфиры вот понимаете даже если вы криворукий убогий там вообще ни хрена не умеете но если вы делаете прямой эфир он в любом случае наберет просмотры если он вообще хороший если вы в душу вложили он наберет лайки и комментарии он наберет лайки вот если вы понимаете схему проведения прямых эфиров он будет набирать и лайки и комментарии то есть вы сделаете вовлеченность он начнет вы будете набирать еще и репосты потому что вы понимаете что нужно говорить кроме того что вы знаете в своей нише вы еще знаете какие вы пони вам кто-то сказал или вы записали какие слова нужно еще вставлять свой классный рассказ во время прямого эфира чтобы люди писали чтобы люди делились понимаете это конкретные призывы к действию тут никакого ума не надо их просто нужно использовать вставлять во время своего хорошего прямого эфира где вы рассказывать о той теме которую вы знаете вот эти вот конкретные призывы действия в нужных местах и чтобы это все смотрелось органично вот жан это правильно сказал ли кто-то татьяна кажется черемина ну она сказала что вот мыслав смотрели в офисе и вот эти призывы они были какими-то вычурными там какими-то неестественными да почему но потому что человек который делал эти призывы он не совсем понимал чему он призывает понимаете вот но самое главное что ну я соглашусь они не были как бы в канве того выступления вот и этому просто нужно немножко поучиться потому что почему значит они выпадали из канвы потому что когда вы рассказываете о продукте прям видно что вы рассказывать о том что знаете любите как только вы начинаете говорить там подпишись на наши новости там поделись свяжись вы пытаетесь рассказывать о том чего вы не знаете это вот уже как-то не вписывается поэтому нужно просто немножко разобраться технически и чтобы эти тоже вас призывы были очень такими естественными органичными поэтому если хотите а вы это можете делать чтобы ваши профили продвигались без каких-то серьезных вложений времени главное денег и сил с вашей стороны вам нужно заниматься прямыми эфирами почему потому что они продвигаются социальными сетями и тут нет никакой магии вот честный вопрос как вы думаете почему социальная любая социальная сеть свои прямые эфиры продвигает и они будут этим всегда заниматься как вы думаете почему но наверное более зрелищно получается чем просто идите почитать да нет татьяна тут все проще вообще значительно проще я сегодня пока шел подумал и но это мое личное мнение я думаю что я тут опять же на сто процентов почти прав тут все проще знаете почему потому что все меряется деньгами вот за что бьется любая социальная сеть за что бьется любой телевизионный канал они бьются за зрителей правильно но каналу то что ведь не бесплатная эфирка я говорю не про вас я говорю про социальную сеть про тех людей которые это все создали вот за что они бьются вот например смотрите вот мы берем какой-нибудь телевизионный канал как оценивается рейтинг канала вот вот как критинг канала рейтинг передачи сколько их смотрят правильно почему это важно потому что мы привлекаем живых людей в какое-то конкретное место понимаете почему любая социальная сеть будет продвигать прямые эфиры потому что когда вы проводите прямой эфир вы находитесь в этой социальной сети понимаете вы становите активным ее пользователем когда вы выкладываете видео блин вы можете быть где угодно а если вы проводите прямой эфир вы пользуетесь тем что люди сделали вложили в это бабки то есть если вы в социальной сети она продвигает ваш прямой эфир для ваших друзей и ваши друзья еще в социальных сетях что 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 получает социальная сеть в глобальном счете она получает привлечение живых людей вот в мою социальную сеть понимаете это живые люди которые вот находятся на этой платформе что они видят они пользуются значит они видят рекламу если они видят рекламу значит они что-то покупают понимаете и вот и все а если бы социальными сетями в них никто физически не сидел почему например социальная сеть не любит ссылки ссылки на внешние ресурсы потому что вы выходите за пределы площадки понимаете а социальности делать все возможное чтобы вы вернулись чтобы вы были там в одном контакте никуда из него не выходили и чем больше вы проводите время значит я буду продвигать ваш профиль и так далее мать но это уже такие общие слова поэтому прямые эфиры они с денежной точки зрения за счет привлечения живых людей они интересны самой платформе поэтому она их блины продвигает и будет всегда продвигать понимаете поэтому ваша задача как человека у которого голова просто лопается от количества знаний которые в вашей голове есть мать и все что вам нужно делать это регулярно проводить прямые эфир вот причем если вы будете это делать регулярно смотреть что вы получите вы получите во первых практически опыт в их проведении каждый следующий эфир у вас будет лучше и вы сделаете именно наполнение своего профиля качественным контентом которая сама социальная сеть любит и она будет вас продвигать понимаете если вы будете делать прямые эфиры значит вы уже подписывайтесь на увеличение посещаемости вашего профиля второе как вы думаете что вам нужно делать для прямых эфиров кроме проведения прямых эфиров какое второе действие нужно делать приглашение то есть набирать друзей понимаете вот то что президент говорит на творки потому что среди кого продвигаются ваши прямые эфиры они продвигаются среди ваших друзей и если у вас друзей мало понимаете социальная сеть будет их продвигать но вас не так много людей кому показывать ваш прямой эфир поэтому если вы проводите регулярно прямые эфиры занимайтесь увеличением количества своих друзей вот по большому счету две основные ваши приоритетные задачи я занимаюсь наполнением своего профиля контентом который обречен на успех по любасу потому что сама социальная сеть в нем заинтересована и я просто регулярно увеличиваю количество своих друзей но приглашаю в себя друзья только тех людей которым то чем я занимаюсь будет интересно понимаете вот это две приоритетные задачи если вы будете этим заниматься у вас будет движуха на вашем профиле все что вы сейчас делаете это все хорошо это не надо бросать заниматься публикация постов в движение вашей группы понимаете то есть всем этим нужно заниматься но вы должны четко понимать что есть две приоритетные задачи которые будут работать максимально эффективно это ваши прямые эфиры и увеличение количества друзей знаете все остальное делать надо но сосредоточиться нужно на этих двух вещах согласно или такой вот прямые эфиры если не брать наши вот эти пандемии 4 вот мои личные эфиры как вы думаете они приблизительно какое время должны занимать ведь люди тоже не могут сидеть по целом часу и слушать значит естественно я с вами полностью согласен значит я бы вам что рекомендовал если сейчас вы не можете людей вытащить на обратную связь то есть если вы сейчас разговариваете в режиме говорящая голова и никто даже ничего не комментирует вам понимаете ну то есть вы читаете лекцию понимаете значит тогда нужно все четко сказать лекции всем надоели люди хотят слушать интересные и 100 ри и понимаете поэтому я это уже говорил но еще раз вам повторюсь значит все зависит от того какая идет обратная связь на то что вы говорите вот если вы начали прямой эфир и видеть никто ничего не комментирует никто ничего не пишет до смысла разговаривать больше 30 минут если например какая-то задача которую вы перед собой поставили ее можно скажем так сократить до нельзя потому что все-таки при цель прямого эфира это не просто дать людям какую-то полезную информацию а все-таки в первую очередь вытащить их на диалог чтобы люди понимали что это не просто запись а что это диалог понимаете и чтобы люди ходили на ваши прямые эфиры четко понимаю что они вам могут задать вопросы вы на него прямом эфире ответили то есть это то что очень хотят и делают на телевидении который называется интерактивное телевидение то есть люди не ходь не просто хотят что-то слушать они хотят хотят сами принимать участие поэтому я вам честно говорю длительность прямого эфира зависит от того какая идет ответ ответная движуха и вы сами это быстро почувствуете то есть если много задают вопрос да почему бы это прямой эфир не проводить час два полтора часа понимаете если вас что-то спрашивает и вы людям отвечайте вы с людьми общаетесь все понимаете вот если вам вопросы не задают я бы реально не затягивал сейчас я бы старался это делать в виде формате какой-то истории четко формулировать тему прямого эфира вот там реально четко формулирует какой-то один но практически полезный совет практически полезный рецепт понимаете вот и его фигачить ну и сразу забегу вперед если мы будем с вами имитировать прямые эфиры с помощью планировщика рестрим на бесплатном тарифе у него сейчас четкое ограничение до 30 минут понимаете поэтому вы здесь уже можете сами себя сказать если я хочу все-таки свои прямые эфиры повторять то есть не проводить их многократно понимаете я хочу их повторять я например понедельник провела реально прямой эфир да а например в четверг и там субы или воскресенье там ну или там через какой-то промежуток я просто его повторила то есть я его запустила и люди его там еще раз посмотрели прекрасно вот то тогда я делаю до 30 минут потому что у меня ограничение на моем тарифе рестрим понимаете мне кажется так и лучше вот именно такое время не возможно часа татьяна здесь надо все пробовать вот реально все пробовать и и понимать как делать так чтобы тратить меньше денег и времени игорь а я вот не помню для очень умна в рестриме там если где-то в какой-то сети задают вопрос я его вижу конечно если кто-то чего-то написал то есть в рестримы и он я сейчас о нем буду вам рассказывать я вам покажу эти еще раз эти инструменты у него же есть встроенный чат собирает все все что пишут люди поняла площадках понимаете и вы даже можете отвечать и к сожалению там не на все площадки он раскидывает но вы же можете открыть эти вкладочки и так конкретно на каждой вкладочки себе открывать но сейчас тоже покажу но я к этому я я использую чат мне хватает видеть что люди пишут отвечать им голосом понимаете и кому-то прямо в режиме прямого эфира и голосом отвечать и что-то писать но вашем случае понимаете вы не будете вы же 1 ведете вот и смотрите когда вы одна ведете вы чаще вы не пишите ответы вы их просто видите что вам задают вопросы голосом их проговаривать понимать вам писать не надо вам главное видеть что люди во что-то спрашивают голосом отвечать поэтому где бы люди не написали благодаря вот этому интегрированному чата вы все это будете видеть понимаете вот теперь смотрите мы подходим вот к этому сервису рестрим во-первых для чего он вам потребуется это как раз сервис который позволит вам сократить временные затраты на проведение прямых эфиров особенно если у вас несколько социальных сетей понимаете конечно если у вас упорство николай васильевич аданьева конечно можно сегодня провести прямой эфир в одноклассниках завтра провести там фейсбуке этот же с прямой эфир потом его сделать вконтакте и так далее но это пипец сколько будет времени занимать понимаете поэтому что делает для чего вообще рестрим изначально создавался я там сейчас покажу панель управления рестрима свой аккаунт которым я пользуюсь видите на экране сейчас вот что он не позволяет он не позволяет тот прямой эфир который я провожу раскидать на 15 площадок понимаете я подключил 15 площадок все социальные сети вот наши популярные это контакт одноклассники youtube facebook понимаете перископ еще тут куча площадок куда одновременно транслируется мой прямой эфир благодаря вот этому настраиваемому канал я могу транслировать в инстаграм не всегда получается потому что инстаграм но вот они изначально не проводили там прямые эфиры для них это сложно но я думаю сейчас facebook до конца там интеграцию произведет и все-таки точно так же по простому как других социальных сетях можно будет фигачить и в инстаграм сейчас вот только через вот этот вот настраиваемый канал но одну прямую трансляцию я сразу раскидываю во все вот эти вот социальные сети понимаете теперь благодаря вот этому сервису ваши брошенные аккаунты но те которые на которых у вас времени не хватает вести если вы их подключите к сервису рестрим вы можете их наполнять хорошим качественным контентом который будет продвигаться социальной сетью понимаете а вот теперь смотрите какая ситуация ну вот я провожу прямой эфир я молодец я сразу это делаю в несколько мест татьяна вы понимаете что только во время прямого эфира вот благодаря вот этому чату видите вот он чат вот я его могу на компьютер себе установить но я всегда делаю открыть в браузере вот здесь видно да да вот и у меня появляется вот тот мультичат в социальных сетях вот у меня чат может идти в 7 из 7 мест одновременно где можно писать вот здесь вот в уголочке написано да здесь вот количество людей здесь вот в левом уголочке внизу вы видите насколько по на скольких площадках люди вам могут отвечать вот у меня подключено 15 площадок но отвечать не могут только на 7 но другие просто не позволяют комментировать но и либо restream не провел интеграцию и вот эта циферка сколько меня смотрят сейчас прямом эфире поэтому я вам и говорю насколько эффективно у нас по обхвату людей вот и здесь люди пишут и вы им спокойненько тоже можете отвечать но лучше отвечать голосом если вы проводите одна и вот смотрите что нам позволяет сделать этот замечательный сервис restream он нам позволяет наполнять наши профили качественным контентом но во время прямого эфира я могу быть одновременно во всех этих социальных сетях но вот вы провели прямой эфир и например одноклассниками вы также эффективно пользуетесь как и я то есть вы туда ну практически не заходите да ну может быть да но я например о себе кого я не захожу вот смотрите что будет происходить вот я вам сейчас показываю как работает вся эта схема но как я ее сейчас буду реализовывать когда возобновлю свои прямые эфиры я четко понимаю что я да могу транслировать прямые эфиры во все эти социальные сети но я там после прямого эфира но физически не могу находиться но меня не хочу заходить в эти одноклассники понимаете но еще раз говорю есть всегда какая-то приоритетная сеть но раз я туда транслирую прямой эфир меня люди смотрят и скорее всего там будут такие люди потому что каждая социальная сеть дает таких людей которые захотят со мной связаться и вот теперь смотрите как они со мной будут связываться что они будут делать они будут писать эти комментарии да а после прямого эфира если я в эти одноклассники не захожу я эти комментарии видеть не буду понимаете в чем проблема я провел прямой эфир люди мне написали какой-то комментарий либо написали мне личное сообщение в социальной сети понимаете но раз я в эту социальную сеть не захожу в перископ это вообще не захожу понятно вот даже не знаю что там из меня профиль этот составляет но я туда транслирую прямые эфиры там есть люди я их вижу там в перископе меня там по 30 человек смотрят одновременно прямом эфире но как я с ними могу продолжить общаться я не хочу их терять я хочу чтобы эти люди посмотревшие которые хотят со мной связаться как-то со мной связывались вот я сейчас не буду вас дерзать вопросами я вам сейчас покажу как это делаю я но вот начну прямые эфиры как я это буду делать и как я вам рекомендую это делать я не буду делать призывы ребята пишите в социальные сети что я буду говорить я им буду говорить ребята если у вас есть какие-то вопросы вы хотите со мной связаться пишите пожалуйста мои мессенджеры понимаете и я им буду вот размещать вот такую вот ссылочку вот моя ссылочка вот на такой сайт который ну вы называете сайт визитками да вот то что вы многие хотели сделать как меня найти как со мной вязаться да и этом сайте визитка немножко о вас и контакты связи с вами понимаете вот это мой сайт визитка но это я сделал для компании а для себя я сделаю что-то аналогичное размещу здесь свою фотографию ли какой тематическое фото дальше немножко что нужно сделать что я предлагаю и варианты как со мной связаться видите это мессенджеры это то через что сейчас люди общаются быстро общаются потому что мессенджеры чаще всего стоят на телефоне до телефон всегда со мной мне написали я прочитал и человеку сразу ответить понимаете поэтому вот такой вот сайт визитка на котором стоят мои мессенджеры это так как я буду с людьми связываться и я буду всех людей призывать если есть вопросы ребята хотите связаться со мной пожалуйста ссылочка вот на эту страничку а это именно страничка вот такая моя ссылочка вы можете сделать какую-то свою ссылочку я могу помочь следую вашему у меня создана более да я об этом рассказывал то есть вы это можете сами сделать абсолютно его смотрите у меня вот есть такой сайт визитка связи да причем если вы смотрели урок да значит вы понимаете что за этими мессенджерами стоят мои чат-боты да то есть первый кто вступает с человеком сразу же после того как он написал чтобы он не ждал это чат-бот он ему что-то отвечает но самое главное он собирает этих людей в списке можно настроить разговор ну по типу как вы вот звоните в банк да какие-то частые задаваемые вопросы решить чат-бота потом хотите связаться со мной человек говорит да хочу и вы получаете оповещение что человек хочет с вами связаться и вы можете с ним вот переписываться вот в этих вот живых чатах понимаете вот я вам показываю внутри сервис smart center у него тут есть раздел чат-боты вы прям можете сюда заходить смотреть кто вам тут что писала либо ждать какие-то непрочитанные сообщения видите открыто и с людьми общаться можете открывать этого человека в своем мессенджере отдельно и с ним продолжать общаться но самое главное что всех этих людей мы будем собирать в списке и когда я провожу очередной эфир я по этим уже собранным людям делаю рассылку видите я им говорю ребята я начинаю прямой эфир приходите и если я уже собрал достаточно много людей вот кто-то из них однозначно придет естественно на имитацию прямых эфиров я рассылки приглашения не делаю понимаете имитация прямых эфиров просто-напросто пополняет мне вот этот список людей понимаете то есть для чего я провожу повторные прямые эфиры только для того чтобы снять себя работу какую-то понимаете и чтобы мой прямой эфир охватил новых моих друзей и кто-то из них однозначно следуя моим призывам подпишется на мои чат-боты и когда я провожу именно прямой эфир я делаю рассылку люди ко мне приходят живую они понимают что их никто не обманывают понимаете и принимают участие каждый мой прямой эфир будет набирать больше людей потому что естественно их продвигают социальные сети но я их продвигаю и сам потому что я людей которые приходят ко мне на прямой эфир я их собираю в списке и потом по этим списком делаю абсолютно бесплатную рассылку понимаете идея я поняла идею но у меня сейчас говорили знаете что про чат-бот вы говорите это вы вот и допустим я создала сайт визитку и никаких чат-ботов если человек связывается по этим мессенджерам я сразу ответил то есть я его сразу вижу и слышу тогда не чат-бот я же их не создавала то есть вы просто сделали вот понимаете вот это то что я вам сейчас показывал это просто возможность зайти ваши чат-боты понимаете то есть вам нужно за каждой этой кнопочкой подключить свой чат-бот если вы это не сделали то это работать не будет то есть если вы не подключили каналы то есть не не сделали интеграцию каналов а просто сделали вот такую красивую картинку то извините тогда у вас это работать не будет то есть нужно сделать обязательно подключить каналы маете но а чат-ботах я сейчас рассказывать не хочу я вам просто рассказываю саму идею я вам рассказываю идею что я провожу прямые эфиры сразу в несколько социальных сетей но чтобы эти прямые эфиры приносили мне какой-то результат я даю людям удобный вариант связаться со мной удобный вариант связаться со мной через вот этот сайт визитка к которому прикреплены мои чат-боты понимаете игорь а давайте я вам покажу ее визитку что визитку ну покажи во первых на чем вы делали вы делали на сервисе smart responder думаете я помню я даже не помню вот 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 сейчас давайте вот но я сейчас вам включил демонстрацию экрана чтобы все таки верс у вас есть вопрос давайте его решим я вам сейчас пытаюсь рассказать просто принципиально схему я поняла принцип давайте вот я смотрите техническая реализация вы это можете сделать с помощью моих видео уроков нет это вообще не то вот то что вы сделали вы сделали именно классический сайт визитка на платформе век роста да вот здесь никаких чат-ботов нет понимаете вы здесь разместили социальные сети если вы пользуетесь контактом да вы его оставляете вот если вы пользу если вы каждый день заходите в одноклассники то возникает вопрос зачем вы его разместили этих одноклассников мать то есть я бы вам тогда рекомендовал если вы каждый день не заходите в одноклассники не заходите в facebook каждый день не заходите в instagram или instagram у вас не стоит на телефоне я бы вам рекомендовал вот эти три социальные сети вообще отсюда удалить насколько я понял в контакте вы сидите плотно правильно контакте но в одноклассники фэсбук раз в день я обязательно захожу все равно если сидите тогда тогда да тогда их можно оставить и здесь а что произойдет вот я нажала на контакте идут на вашу страничку это ваш страничку для контакта можно сделать чтобы они сразу перешли в режим написания вам личного сообщения вот и все то что я вам показывал это несколько другое но что вы сделали смотрите как у вас будет работать да вы дадите людям возможность с вами связаться то человек перейдет на вашу страничку и вам напишет но этот человек ни в какие списки не попадает я поняла и не сможете потом этого человека без затраты времени пригласить на свой прямой эфир чем хороши чат боты прежде чем вам написать ватсап или в телеграм или еще нот в любой из этих каналов которые я вам показывал чтобы мне написать в телеграм либо вайбер человек должен согласиться сам подписаться на мой чат бот понимаете как только он соглашается все он попадает у меня в список то есть он у меня попадает вот сюда то есть мои списки и я потом всех этих людей вот у меня сейчас видите 28 человек подписаны вот по 28 людям я могу делать абсолютно бесплатную рассылку приглашать их на свои прямые эфир понимаете я вот именно такой вот такой вариант связи людям и оставляю для чего только для того чтобы те люди которые хотя бы раз заинтересовались моим прямые эфиры решили как с как-то со мной связаться чтобы я этих людей не потерял понимаете наш это основная проблема у нас много интересного люди вроде к нам идут но мы этих людей теряем мы с ними раз пообщались раз им помогли и все мы об этом человеке забыли но давайте так честно говорить но у нас нет вот таких хороших механизмов которые по позволят этому человеку напомните себе да конечно понимаете поэтому если вы потратили свое время классно все рассказали и люди заинтересовались вами терять этих людей но с моей точки зрения это уж очень обидно понимаете поэтому вот эти чат боты они как раз этих людей у вас в списке и соединяют понимаете вот теперь давайте все-таки к нашему сервису ристрим почему я но настоятельно рекомендую вот вам людям которые проводят прямые эфиры и админы этим сервисом пользоваться потому что вы можете себе экономить время потому что ваш прямой эфир сразу ведется в несколько социальных сетях надо только подумать как не терять людей я вам предлагают схему через проверенную методику чат ботов и эту схему я вам могу помочь настроить вот видеоуроки будут можете по ним пройтись и попробовать сделать это самостоятельно но так как это делается один раз понимаете татьяна вот давайте так по-честному зачем вам много времени тратить на то чтобы сделать что-то один раз и через месяц уже не вспомнить как вы сделали однозначные понимаете поэтому так как эту схему нужно просто использовать и раз ее настроить поэтому я вот всем вам буду предлагать в народ давайте вам за разумные абсолютные деньги там не тысячи рублей понимаете я вам эту схему сделаю вы главное ей пользуйтесь если вы понимаете что я вам предлагаю те кто не понимает что я им предлагаю почему я столько времени трачу на объяснение смысла чтобы вы поняли смысл и смысл в следующем чтобы нам не терять людей игорь у меня давно была такая мысль поговорить с вами именно как раз на эту тему я согласна там она какую-то сумму оплатить чтобы вы помогли что-то сделать так чтобы я об этом не задумываюсь что это вам лучше знать что мне надо пользоваться этим это я вполне понимаю вполне согласна вот на листы и должны заниматься своим делом результатом это дел ну вы делаете свою работу вот вы умеете хорошо рассказывать о продукции то есть вы вам нужно что вам нужно просто проводить эти прямые эфиры но чтобы это делать в пользу для себя понимаете но мне жалко вашего времени и своего мы понимаете что-то постоянное делаем но как-то вот ну не зал не озолотились пока но большинство понятно почему потому что все-таки у нас эффективность нашей работы не так высока и основная с моей точки зрения проблема то что мы не можем людей подтянуть по-простому на повторные покупки или на повторные контакты понимаете мы человеку раз что-то рассказали раз что-то продали и дальше у нас надежда на что на наш замечательный продукт что он сам будет заставить человека к нам обратиться еще раз а иметь вот таких хороших простых механизмов напомнить этому человеку которому мы раз помогли раз что-то рассказали без каких-то сложных технических денежных затрат у нас их нет понимаете вот я вам хорошо что вы показали свой сайт визитка еще раз говорю вам человек напишет вы потратите 20-30 может быть час своего времени чтобы мы все объяснить он вам скажет спасибо и чаще всего на этом все и закончится понимаете если он попадает в ваш чат-бот он во всяком случае у вас висит в списке вы потом ему можете сделать приглашение на свой вебинар придет он не придет это его дело он дал согласие подписаться на вас сам всегда можно отписаться и уйти если не нравится понимаете но мы наших людей собираем списки и потом по этим списком делаем рассылки ненавязчивые ну например раз в неделю вы будете проводить реальный прямой эфир да и вот на этот реальный прямой эфир вы сами будете людей приглашать не ожидая что кто-то из вашей структуры будет вам приглашать людей понимаете я вот уже четко понял что но вы хорошие все люди но я буду теперь надеяться на одного конкретного человека в работоспособности котом на которого я сто процентов уверен это я и не надо никого ни в чем обвинять что там делают и так далее то есть ты можешь надеяться на одного конкретного человека это ты сам из себя с любимого блин по полной спрашиваю поэтому что вам нужно делать проводить прямые эфиры чтобы они были эффективны нужно делать две вещи постоянно увеличивать количество своих друзей то есть просто тупо приглашать людей как это делать отдельно расскажу сейчас не буду на это тратить время и второе что очень важно те люди которые хотят с вами общаться чтобы вы их как так собирали понимаете собирали и проще всего это делать и моднее и правда это современно и это хорошо работает это чат-боты понимаете сервис абсолютно бесплатный пока у 500 человек не наберете пользуйтесь бесплатно тоже меня это тоже очень рад теперь приходим к рестриму значит сервис позволяет фигачить сразу во все ваши платформы позволяет создавать имитацию прямого эфира благодаря вот этой штуки которая у него называется планировщик видите вот здесь вот третий по начале канал и потом вот это именно live studio сама чет новое вообще появилась создать event ох ты блин но мало цене вообще раньше здесь была кнопочка live studio сейчас они создали вот но это тоже сказать запланировать прямой эфир на конкретное время вот но сейчас об этом скажу вот почему я вам показываю вот на этот сервис вот даже те люди которые уперлись в одну социальную сеть без разницы какую инстаграм контактам фейсбук что угодно если вы проводите прямые эфиры лично мне очень обидно что они у вас появляются в одной социальной сети и не появляется в ютубе татьяна вы понимаете в чем принципиальное отличие работы видео на ютубе и в социальных сетях но так по-простому канал должен быть вообще раскручены чтобы там кто-то смотрел это везде это можно сказать о чем угодно если у вас раскрученный аккаунт без разницы где как вы вот и называете аккаунт канал пофигу естественно чем и лучше раскручен тем больше вас смотрят нет я в принципиальном отличие по работе с видео в социальных сетях и на ютубе не совсем по не улавливать о чем еще с хочу не улавливать хорошо покажу конкретный пример вот смотрите я специально зашел в комментирование своих видео на своем канале вот смотрите вот давно же не читал но вот месяц назад начинать написал классное видео видите под роликом который я наверное записал боюсь сейчас но сейчас точно скажу когда но точно не год назад то есть этот ролик сейчас точно гляну когда он вышел нет вру июля до недавно все-таки записал но если вот по этому списку пройтись можно найти комментирование видео которое записывал лет пять назад но вот смотрите вот это вообще но это будет хороший пример вот это видео записано наверно одно и одним из первых но где-то вот близко к началу создания моего канала 14 год видите вот я в 14 то есть чему я это веду то есть youtube у него другое отношение к продвижению видео то есть на ютубе ролики которые записаны даже несколько лет назад они работают понимаете они собирают просмотры и они даже вот видите делают какое-то вовлечение людей это блин ну страшно сказать 6 лет назад вы понимаете что видео которое я выкладываю например в социальной сети в том же самом вконтакте она работает но в лучшем случае пока она лежит на первой страничке татьяну это понимаете ну как это вот вот где-то здесь вот вблизи понимаете как только она там ушло куда-то вниз по ленте людей которые сидят или ставят вашу ленту там до конца но я таких людей но не знаю там один из тысячи и все ролики которые вы записали там несколько месяцев назад они вообще перестают работать для вашего аккаунта это понятно поэтому если даже вы ведете одну социальную сеть без разницы какую контакт фейсбук инстаграм но если вы понимаете что прямой эфир это то что вам принесет успех и вы их проводите если у вас нет youtube канала вы просто но себя обрезаете не за что то что вам нужно сделать вам нужно опять же один раз вот просто потратить несколько часов либо просто обратиться к специалисту который вам создаст оформить канал понимаете и потом все ваши прямые эфиры с помощью сервиса ристрим вы фигачите свою любимую социальную сеть но они дублируются на ваш youtube канал понимаете и если вы понимаете что основная задача ваших прямых людей эфиров это собирать людей в списке понимаете вот с помощью чат-ботов которые вам показывал вы их начинаете собирать минимум из двух мест с ютуба который будет работать постоянно понимаете из вашей любимой социальной сети понимаете если мы говорим если мы говорим о людях которые выкладывают социальных сетях не только картинки а выкладывают видео особенно если они выкладывают авторское видео особенно если они проводят прямые эфиры не использовать youtube это просто я даже не знаю как это назвать вот я вам честно говорю я не знаю как это назвать это значит просто гробить себя то есть вы можете эффективность своей работы увеличивать минимум в два раза причем от вас не потребуется никаких денежных вложений youtube бесплатный ресурс ристрим бесплатный сервис понимаете социальная сеть ваша любимая она тоже бесплатно пожалуйста хорошо извините все окей нормально алёх да 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 лидмил юрьев да лидмил юрьев добрый день у нас есть пластырь специальный для массы для суки сухой мозоль сухой мозоль специальный пластырь если сухой мозоли вы наклеиваете три дня не снимаете а потом снимаете потихонечку постепенно отслаивается вы когда собираетесь нам приехать лидмил юрьев ну вот все у марина там есть чайным деревом если лаванды все лаванду можно у меня под рукой нет он недорогой всего доброго и удобно лебедяне знакомое название прошла ненавязчивая реклама вилла сам да значит вы понимаете что если вы свои видео фигачите только в одно место и не используете youtube вы очень многое теряете понимаете если вы людей своих не собираете в списке которые 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 вызвали к которым вы вызвали интерес вы тоже очень много теряете понимаете поэтому я вам не предлагаю какие-то сложные схемы выстраивать я вам предлагаю использовать инструменты которые вы можете один раз настроить знаете причем не вкладывая какие-то сумасшедшие деньги и я правильно вас понимаю вы можете там ютубе на моем канале youtube что-то там подправить что надо сделать ну как бы своим взглядом посмотрите и значит поможете мне создать вот эту визитку с ботами да и в рестриме сейчас вы тоже чего-то там не поможете сделаете да 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 не вопрос не вопрос я буду очень рада и очень благодарна потому что такие мысли у меня у самой были именно вот но просто как бы его мне когда вы постоянно эти наши занятия эфира и думаю удобно неудобно мне обращаться к вам с этим но я очень даже буду рада если вы все это мне сделаете конечно же я это сделаю при одном условии если вы будете этим пользоваться но я не буду это делать бесплатно потому что знаете естественно это понятно это даже не дело в деньгах потому деньги сейчас конечно и нужны но не в этом дело понимаете я тоже понял если человек что-то получает бесплатно потом от нифига не ценит и ну просто нет тут даже без разговоров каждый труд должен оплачиваться вот и может быть мне вот как бы вам показать и вы его видели уже мой канал youtube или как или вы сами зайдите давайте я сейчас попробую вот найти вот давайте чтобы уж предметно говорить да вот смотрите я нашел но я ольге васильевне об этом говорил потом даже да я не говорил больше никому говорить не буду потому что когда я начинаю навязывать свои услуги но это это как навязчиво я помню вы говорили что это не оформлены вот смотрите видите канал называется вивасан официальный видите да тут вообще ни хрена нет тут даже к сожалению все видео называются одинаково видите вивасан distribution system а подождите это я английскую версию нашел кажется у русской версии то же самое было но в общем то же самое что-то но это какая-то английская у русской лучше не было поверьте насколько я понял сделали русскоязычный вариант и англоязычный этого канала здесь нет никакого оформления ничего и вот конечно в таком варианте но это грусть тоска а кто-то сделал дублирующий канал видите здесь у видео по 10 по несколько просмотров кто-то просто взял создал канал назвал его официальном и выложил точно так же как это лежит на русскоязычном официальном канале у видео нет нет нормального описания то есть одно тут его вообще нет у видео вообще нет описания о чем говорю вот конечно вот youtube канал в таком вот варианте но это просто это нет то есть лучше немножко посидеть понимаете и канал оформить это делается один раз и потом это все но работает но постоянно понимаете и потом просто-напросто с помощью сервиса рестрим вы начинаете этот канал и другие ваши социальные сети наполнять самым качественным контентом это прямыми эфирами вот давайте все таки теперь о сервисе рестрим когда он создавался он мог делать только одно он мог только взять эфир прямой эфир которые вы создавали с помощью какого-то софта вот самый популярный софт который создает прямые эфиры он и сейчас остается самым самым популярным видите мой рабочий стол до этого bs студия я вам сейчас рассказываю наверное то что не надо рассказывать но вот человек умный мы будем надеяться посмотрите как это было изначально то есть были были программы и сейчас они существуют эти программы просто-напросто позволяют создавать прямые трансляции вот с помощью этой программы мы проводили на вот трансляция нашей передачи почему потому что эта программа позволяет сделать телевидение дома вот реально то есть вы можете сделать свой телевизионный канал со всеми наворотами и с зеленым фоном блин с любыми заставками с любыми дорожками бегущими все что хотите все эффекты которые вы видите во время прямой трансляции каких-то новостей здесь вот в этой программе можно делать она для этого предназначена понимаете почему я вам об этой программе не рассказывал да потому что когда я начал записывать видео горе стриме у них уже была вот здесь вот кнопочка она называлась веб-камера сейчас это называется красивым словом live studio видите да я заходила в растрим пользовались и не нашла этой кнопки потому что у них постоянно меняется дизайн то есть они его постоянно обновляют то есть вот сейчас он выглядит вот так вот видите с правой стороны когда вы вошли в раздел канал и вот нажали вот сюда вот на эту кнопочку на канал а на эту страничку автоматически вываливайтесь то есть теперь live studio она прям вот красной кнопкой тут отображается вот видите интер life studio войти в life studio раньше она была 2 сейчас они называли суда events а здесь раньше было такой значок веб-камеры телекамер а то есть что это такое то есть сейчас ристрим это сервис который ничего не требует никаких убрессов никаких зумов понимаете вот мы-то делаем как мы используем зум для того чтобы создавать прямой эфир понимаете а потом с помощью вот этого сервиса я транслирую его во все социальные сети хотя хотя почему я это делаю да потому что вы все привыкли к зум я не хочу вас перестраивать понимаете плюс когда мы это мы один раз кажется провели прямой эфир через live studio совместную до 1 или до кажется один раз проводили я когда я это делал потому что конечно у life studio есть ограничения какие ограничения по количеству участников то есть до 10 человек то есть в зуме у нас 100 человек может одновременно находиться вот с кем вы можете общаться голосом а вот в life studio вы можете до 10 человек приглашать игорь так может быть это прям вот и нормально до 10 человек зачем нам больше вот именно нам нужно ну два человека чаще всего мы ведущий но четыре человека то есть вы веду и люди которые задают да понимаете то есть вообще-то зум для чего для того чтобы вот общаться со своей всей структурой да то есть туда их кучу народу пригласите чтобы они вам вопросы голосом задавать для того чтобы проводить совещания а это для того чтобы проводить прямые эфиры вас социальных сетях могут смотреть тысячи и миллионы людей а вот с кем вы голосом студии общаетесь это только вот но избрана 10 человек поэтому для нас это пипец как 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 просто и как и как как хорошо понимаете я сейчас просто заблокировал камеру чтобы она не дергалась вот и что вам нужно вот смотрите когда вы вошли в life studio вас сразу открывается здесь чат видите вот чат то есть не надо нигде больше лазить ничего искать зачем я вас показывали я думаю как я там буду да да но почему потому что мы прямой эфир проводим в зуме понимаете мы его в зуме через рестрим кидаем и поэтому мне приходится отдельно открывать тут чат рестримовский чтобы с ним работать если вы используете live studio самого рестрима вот вам прям первая закладочка чат видите настроили свою веб-камеру нажали настроили микрофон а вот две кнопочки которые это делают отключают включают веб-камеры выбирают ну то есть настройки ведутся нажали кнопочку go live это начать прямой эфир все прямой эфир пошел все понимаете то есть чтобы текста здесь все английский а текст будет так что что в чате эти люди пишут по-русски абсолютно она будет так и видно да 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 просто к сожалению у скажем так рейстрима это же англии англии американский понимаете и у них нет вот этой русскоязычной оболочки то есть них даже нет кнопочки видите чтобы менять язык то есть он у них только английский у них только техподдержка русская и англоязычная ну то есть они работают на весь мир поэтому есть техподдержка которая работает но вот с вашей с вашим языком а сам сервис он такой международный английский понимаете но когда вы выбрали чат то все что люди пишут на тех страничках странички на которых они пишут они определяются вот этим списком каналов то есть например если у вас на вконтакте вот сейчас нажал на подключенный канал канал контакты вот если у меня вот здесь под прямым эфиром люди что-то пишут по-русски я вот что они мне написали вот вот видите то я и вижу вот здесь вот на панели чат просто здесь ристрим показывает значок в какой социальной сети вам написали понимаете я с вами тут еще круто сделали видите есть такая кнопка шоу комментарий то есть тот комментарий который написал человек если вы сюда вот нажмете ход появится у вас прямо на окне вашего эфира видите белая такая полоска то есть это но дополнительная фишка которая раньше не было вот сейчас нажал спрятать внутри для чего это можно делать например вам люди написали какой-то вопрос до вопрос вам написали в социальной сети вы его увидели он у вас появился вот здесь в чате вы хотите на этот вопрос ответить и показать человеку что вы на него отвечаете вы просто выбираете этот комментарий говорите шоу видите он у вас появляется на экране видите и вы просто на этот вопрос отвечаете ответили потом отключили и он исчез классно но это типа как узнаете как в инстаграм не запомнил но это все записывается не волнуйтесь посмотрите вот теперь смотрите что здесь еще можно делать вот это вторая закладочка это описание нет это не описание наврал сейчас бы я точно так же это можно сделать оповещение что вы начинаете проводить прямые эфиры оповещение к сожалению можно делать в твиттере и в группы фейсбука и все а вот очень интересная фишка которая у них постоянно пополняется вот помните вчера же она сказала что типа нужно какие нужно какие-то логотипы там накладывать помните вот если у вас профессиональный тариф вы можете использовать то что вам предлагает ристрим то есть вот такие вот видите вот я сейчас нажал вот на это лома уголочки у меня появилась но если у вас профессиональный таван тариф вы можете любую картинку сделать своим лого вот я нажал видите я подгрузил для вас а теперь смотрите щелкаю и у меня в правом уголочке видите отображается в вас а вот и теперь во время например всего эфира либо пока я его не погашу то есть я могу в любой момент я нахожусь я веду прямой эфир я нахожусь на страничке чат и вижу что мне пишут я хочу там что-то разукрасить перехожу на страничку графика и например могу управлять логотипами видите logo включать верху могу включать оверлей это еще круче это большая картинка видите который накладывается вообще на все я вот например вот такую делаете рамочку тут делал то есть это все рисуется и все подгружается все что хотите вы можете использовать в качестве аферлея можно врубать какие-то рекламные видео во время эфира вы помните если вы были на каком-то моем этом говорил рекламная пауза щелкал там вот сюда да вот и в это время там пошел что-то попил можно использовать фон и но с фоном тут не очень хорошо работает почему потому что фон работает когда у вас несколько человек в студии вот каждый подключенный человека приглашать вы можете вот нажав вот сюда человек с плюсиком до отправлять эту ссылку человек даже может не зарегистрирован быть в рестриме но пройдя по этой ссылке он попадает в вашу live studio и вот тогда он тут тоже виде квадратика появляется эти квадратики выкладываются вот на окне трансляции и вы можете за этими квадратиками менять фон то есть они не все занимают этот черный фон а например то что заняли то что не занято вот будет замещаться вот таким вот фоном сейчас я один поэтому я фона не вижу это понятно а вот на страничке с этап вы как раз и можете придумывать название своей трансляции и размещать описание вот когда я делал описание для вашего прямого эфира что я делал я брал вот эту вашу тему и размещал и вот сюда в заголовок вот сюда брал ваше описание с вашей ссылкой либо со ссылкой как я сейчас буду делать для себя на свои чат боты да и размещал их вот сюда видите потом нажал на красную кнопочку апдейт и на всех подключенных каналах поменялось описание для трансляции это нужно обязательно делать перед прямым эфиром вот об этом я довольно часто забываю и мы проводим прими прямой эфир с вами да а я оставил старые описание и там как у овешниковой красота и в швейцарии перед прямым эфиром вы подключаете каналы это делается один раз но перед каждым прямым эфиром вы придумываете ему название придумываете его описание и это отображается вот сейчас смотрите на фейсбуке это хорошо отображается хорошо видно на фейсбуке на ю тубе вот смотрите на фейсбуке это не прямой эфир это я сделал совместный просмотр так совместный просмотр где прямой эфир опять совместный просмотр вот прямой эфир и вот видите вот это то описание с теми ссылками которые я разместил вот здесь понимаете вот вы перед прямым эфиром делайте вот эту вот описание размещайте ссылки на свои чат-боты вот она эта ссылочка видите я на нее нажал и открывается моя страничка с чат-ботами вот я говорю хотите со мной связаться пожалуйста ссылка на мои контакты в описании трансляции даже могу включить демонстрацию экрана чтобы показать когда этой ссылке дойти понимаете вот я вам включил я точно так же во время прямого эфира говорю вот наш прямой эфир который вы смотрите откройте описание нажмите на ссылку связаться со мной откроется вот такая вот страничка и выберите удобной вам связи понимаете ну то есть нужно подумать как это правильно и понятно говорить но чтобы люди выслушав вас и посмотрели поняли как с вами связаться это очень важно если мы не говорим как с вами связаться чтобы вы людям отвечали то вы опять же проводите прямые эфиры ну не совсем с нужным результатом понятно да вот это live studio она очень простая она постоянно добавляется видите появляются кнопочки new вот вверху new new то есть что появилось new появились новые заставки вот этого раньше не было вообще то есть вот этих вот заставочек различных вариантов их не было их было очень ограничено но это доступно на профессиональном тарифе на тарифе бесплатно вы не можете подгружать какие-то картинки но видимо сейчас появилось подгружать вот эти вот новые которые сделали для всех а вот подгружать свои через плюсик на бесплатном тарифе нельзя понятно ну а логотип можно нет на бесплатном тарифе только будет вот этот логариф рестрим то есть все что делается через плюсик свое можно только на платном тарифе они расширили просто возможность бесплатных значков чтобы люди тех кто на бесплатном тарифе тоже могли пользоваться то есть вот если вы помните николай васильевич пользовался только вот этим вот желтеньким сейчас он проводит на фоне вот этом потому что он опять же бесплатно и добавился недавно но свой фон он загрузить не может у него без у него бесплатный тариф я могу видеть я на тарифе про просто у меня есть возможность покупать тариф который стоит 49 долларов в месяц покупать значительно дешевле то есть я оплачиваю трехмесячный тариф про тратя на это полторы тысячи рублей но это не так много и считаю понятно вот но тогда у меня появляется вот все вот эти вот штуки по загрузке своих значков я считаю что это не важно что для меня это важно и появляется возможность я отказываюсь от того что рестрим начинает менять вот это описание на бесплатном тарифе он сюда зафигачить свою ссылку все что вы напишите он опишет на пустит вниз сделает свою ссылку но за все надо платить понимаете любая бесплатность на не бывает бесплатно то есть если я перед эфиром описание загрузила она может измениться она однозначно изменится она опустится в ниже и вот над ним появится ссылка на сервис на сайт рестрим то есть будет ссылочка вот такая их будет по-английски написано рестрим его и их ссылка официально все что вы сделаете опустится чуть пониже но они продвигают свой сервис пользуетесь и мы бесплатно они за счет ваших прямых эфиров продвигают себя тоже как бы все по-честному согласитесь ну а теперь давайте покажем как же с помощью этого рестрима делать имитацию прямого эфира мы с вами провели хороший прямой эфир но вот в понедельник да вы четко понимаете что далеко не все ваши друзья получили оповещение далеко не все ваши друзья посмотрели да плюс вы каждый день добавляете новых людей у вас появились новые люди которых еще не было в понедельник да и как сымитировать что у вас идет прямой эфир у рестрима есть такая штука которая вот третий значок вот первое это добавлять канала добавляется не очень просто просто выбираете кто-то канал который хотите добавить то есть добавить нужно все социальные сети но я как видите добавил тут еще несколько платформ куда можно фигачить не игровое а такое бизнес-видео и вот третья кнопочка вторая кнопочка это live studio но теперь они сделали возможность проводить какой-то запланированный запланированный эфир я еще с этим не разбирался раньше здесь была кнопочка аналогично вот этой вот такой же был значок здесь сейчас они сделали видите можно планировать на какое время вы хотите назначить эфир разберусь тоже расскажу нас интересует вот эта третья кнопочка видите это третья кнопочка есть планировщик вы нажимаете на третью кнопочку и попадаете на планировщик что позволяет сделать планировщик он вам позволяет загрузить то видео которое вы хотите сымитировать как будто это прямой эфир это видео должно храниться на вашем компьютере понимаете то есть вы можете зайти например на мой youtube канал и скачать видео ваша себе на компьютер знаете как это сделать или показать покажите вот смотрите мой youtube канал или канал здоровья красота благополучия пофигу значит я захожу надо давайте я покажу как вы это будете делать чтобы вам было вообще понятно вы заходите на давайте даже вот здесь чтобы вообще было все как как по-честному да ну я там подписанного в общем записи у нас хранятся на у нас записи хранятся на двух каналах это на моем канале потому что только со своего канала я могу вставить на сайт вот этот вот сайт который вам сделал я могу на него ставить только видео со своего канала потому что он у меня такой старый но у нас есть у нас есть и наш основной канал вот вы заходите на наш основной канал вот видите вот вы на него подписаны ссылка на него есть первом уроке вот вы на него зайдете увидите вот 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 точно то так же как и я видите вам нужно выбрать не загрузки видите вот написано загрузки а вам выбрать прямые трансляции выбирайте прямые трансляции и вот почему бизнес если в вас а вот он закончился 7 часов назад бред какой-то вот это вот та трансляция которая была вчера а ну да здесь видимо информация не обновился вы открываете это видео начинаете его смотреть понимаете что это то видео которое вам нужно да и вам нужно его просто тупо скачать смотрите как это делается вот сюда вот в адресную строку вы добавляете две буковки английских с видно видно вот но это не такой способ которым пользуюсь я и о котором я рассказывал вы попадаете на сайт который называется сэй фронт можете этот сайт в закладки добавить то есть добавив эти с вы сразу получаете адрес этого видео она сразу копируется в этот сервис можно просто вот зайти на этот сайт сэй фронт и суда вот в эту строчку скопировать адрес этого видео то есть как хотите если сложно допечатывать эти буковки то есть если вы не хотите эти буковки до печатать если вам это сложно что вам нужно сделать вам нужно просто зайти на страничку видео скопировать его адрес вот этот адрес скопировали зайти на сайт сэй фронт который вы можете закладки себе там сохранить и вставить эту 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 ссылку вот в пустую вот эту вот строчку где написано просто ставьте ссылку на виду видите и потом просто нажать на кнопку скачать видите я нажимаю на кнопку скачать пошла загрузка видео видео здоровая даже на моем тарифе будет скачиваться несколько минут на нас и гружается на мой компьютер понимаете вот это обязательное требование чтобы видео было на вашем компьютере что я делаю дальше я иду в планировщик вот третья кнопка нажимаю вот сюда видите загрузить видео upload видео выбираю то видео которое я хочу загрузить она должно быть на вашем компьютере вот я его выбрал нажал открыть и пошло пошел процесс загрузку загрузки видео вам нужно просто посидеть и подождать вот он вам показывает что видео загружено добавлять каналы нам не надо потому что мы их уже добавили этот шаг вы прям пропускаете если вы хотите чтобы ваша трансляция шла на все ваши каналы кнопку добавить каналы нажимать не надо нужно нажать просто на кнопку вот сюда выбрать время время нажимаете вот на эту кнопку я не могу загрузить видео потому что она еще не загружена ну вот просто еще кружочек видеть я поняла вот это долго достаточно происходит к сожалению и тут иногда притупливает сейчас обновлю страничку то есть видео он уже загрузил это он просто еще не получил информацию о том что он его загрузил кстати все загруженные видео будут храниться когда вы зашли на планировщик вот здесь видите есть отдельная вкладка видео вот я на нее нажимаю и вижу те видео которые я загрузил вы можете загрузить это видео она у вас тут вкладке будет загруженные понимаете и тогда вам даже вот эту кнопку нажимать не надо если то видео которое вы хотите в качестве прямого эфира размещать уже у вас находится вот здесь значит вы вообще это пропускаете тоже и это не нажимаете и вот это даже не нажимаете сразу жмете вот сюда когда мне проводить прямой эфиры с каким видео понимаете вот если вы у меня было загружено несколько видео я бы их мог вот тут вот выбирать мило знаете у меня одно выбирать нечего дальше я придумываю название для своего прямого эфира понимаете вот видите сейчас посмотрю что у нас в advance в расширенных настройках я могу отключать либо какие-то каналы на которые я не хочу транслировать сейчас у меня все каналы включены я могу отсюда отключить вот ну а дальше просто выбираете дату на как на какое вы хотите назначить прямой эфир видите и выбираете время все нажимаете вот на эту кнопочку все пошел прямой эфир поняла то он пойдет в то время которое вы ему назначили вам быть на этом сайте и держать включенный компьютер абсолютно не надо то все сделается абсолютно без вас потому что сервис абсолютно полностью автономный понятно все и вы вот этот один прямой эфир можете транслировать несколько раз понятно чем я поняла вопросы пока нет вопросов игорь а давайте я покажу свой ресторан укажите конечно так вот у меня какие подключены видите но этого хватит абсолютно и надо больше я больше не хватит более чем то есть значит вот эта кнопка на мне уже не нужно у меня все сделано сюда я не лезу вот это у меня планировщик это и понятно если прямой эфир я нажимаю сюда да сейчас секундочку куда вы хотите да на красную кнопку на красную да если я сюда нажимаю и подарим на очки так все здесь значит микрофон здесь камера этого демонстрации нет общей экрана демонстрации экрана есть демонстрации экрана общий экран это видят все да а еще игорь запись она саму собой идет остается этот эфир конечно вы же его транслируете в социальные сети он там сразу сохраняется только у инстаграма вот этот вот тупизм вот я поэтому да поэтому исправить нормальных социальных сетях он автоматически сохраняется то есть вот сюда на эту кнопку нет оригинальный текст то есть и запустить чтобы вы просто вот к наверно пользуетесь хромом и вы включили режим перевести видите тут написано страница переведена на русский нет яндексом я пользуюсь но у вас включен переводить англоязычные сайты на русский и он переводит это не совсем верно вот иди живи видите поняла значит от начала эфира если демонстрация экран нужно то это вот это и закончить там будет завершить эфир нет когда чтобы завершить эфир когда вы нажмете иди живи она у вас изменится здесь будет написано эфир еще раз на нее нажмете и он открыл совершает все на общем а думаю что то я еще хотел спросить так значит здесь чат здесь это оповещение а это оповещение это не то вот вот я хотела чего увидеть где то было как-то на экране вот здесь было они меняют это название описание и обновить все и все ну вроде как все но когда начнете проводить первый эфир через restream свяжитесь со мной я вам еще подскажу что да хорошо не знаю когда может быть выходные видите выходные не хочется потому что люди отдыхают понедельник будет наш эфир может во вторник но там будет видно но так все я поняла и горь вот то что вы сейчас записывали этого мне бросить и да сейчас он как обработает просто большой получился ну поняла да да большинство тогда тогда сделаю и тема нашего разговора когда что и что от меня требуется кроме оплаты чтобы вы мне чего-то делали о чем мы с вами говорили но смотрите что от вас требуется например по чат ботом если у вас уже есть ну какой-то какие-то стандартные вопросы которые вы хотите людям задать понимаете ну например там какой-то стандартное приветствие или как вы у вас уже какой-то есть отработанный вариант начала общения с людьми то есть вот вы говорите ребята у вас есть какие-то вопросы связывайтесь со мной да то есть и человек начинает связываться если у вас уже есть ваше понимание что ему нужно сказать хотя бы несколько вопросов то вот или какие-то рекомендации которые вы хотите то вот это мне нужно от вас то есть вот этот сам сами эти первые вопросы либо если у вас нет ни пока никаких рекомендаций или советов как вы будете выстраивать диалог давайте сделаем таким стандартным там приветствие да и спросить что вы хотели хотя бы вот так понимаете но вот этот вот сам первый диалог которые первые вопросы которые вас будут задавать чат-боты их нужно как-то обдумать и согласовать вывод над этим подумайте и все хорошо и я вам помогу сделать и помогу сделать оформление youtube канала вот но до конца чтобы она была нормальная понимаете если решите переходить на платный аккаунт рестрима но для вас может быть это мало интересно потому что вы но не занимаетесь инстаграм то есть в первую очередь платный аккаунт рестрима будет интересен для тех кто хочет в планировщик запихивать видео больше 30 минут ну прямые эфиры больше 30 минут на платном аккаунте такие ограничения сняты на бесплатном вот вы в 30 минут опять же если вы хотите во время прямых эфиров включать какие-то свои личные картинки какие-то свои личные логотипы вот там в его сам делать тоже вам потребуется платный если не хотите или вам не нужно тогда можно на бесплатно но и сам да я так думаю что надо начинать пробовать пока на бесплатно бесплатно а потом там будет видно дальше ну и конечно платный аккаунт для тех кто заморочен на инстаграм потому что фигачить в инстаграм одновременно только на платном варианте да понятно да да но вопрос его в общем то нет в общем от меня вам надо начало разговора начало разговора но то есть понимаете чтобы вы не выдумываете ничего вот вы продумаете вот вам нужно соединить тот призыв который вы будете делать во время прямого эфира вот вы будете говорить связывайтесь со мной понимаете вот ради чего с вами связываться то есть вот вы должны понимать уже заради чего к вам люди идут и вот эти вот первые вопросы или может первый вопрос или первых несколько вопросов понимаете чтобы чат-бот люди которые просто вами заинтересовались он их собирал у которых нет каких-то конкретных вопросов но например вы говорите ребята если вы хотите от меня получать информацию полезную по теме здоровья просто подписывайтесь со мной подписывайтесь на мои новости понимаете то есть это же страничка тоже может быть использована как подписка на ваши новости я вас буду делать оповещение если вы вот так вот вы будете только это говорить то там вообще прям уже диалог есть если вы будете говорить подписывайтесь на мои новости и задавайте мне какие-то вопросы понимаете то есть человек тогда будет идти не просто подписаться не еще есть какие-то вопросы тогда нам нужно как-то людей во время вот этого первого диалога отсортироваться кто подписался просто на новости не хочет ни о чем с вами больше разговаривать либо у кого какие-то есть вопросы понимаете то есть вам нужно соединить ваш призыв который вы будете делать во время прямого эфира вот с этим вот диалогом понимаете вы и сами не путались и чтобы и людей не путали понятно поэтому об этом спокойно подумайте это абсолютно не горит вот и тогда все сделано да я поняла хорошо это спасибо вам большое я буду думать и в общем я вся ваша окей тогда давайте на этом закончим как запись обработается я ее выложу на youtube если решите что я можно сделать в открытом доступе сделаем в открытом доступе пусть люди смотрят если решите что не стоит ну пусть лежит там закрытым ну как решится пока не надо но я ее в любом случае залью на youtube потому что по-другому я передать не могу но она будет закрыта то есть у вас будет ссылка и только те люди которые по ссылке ну то есть вы конкретно и все эту запись будут смотреть я даже знаете не из-за того что вот все что вы рассказываете а вот а может быть и что тут вы особенно вот какие-то старые стереотипы у меня это вот тоже вот понимаете я вот слушаю вашу скажем так тезку татьяну вот она так себя закошмарила вот я не могу проводить но блин она прекрасно все может понимаете вот просто ну столько вот за кошмаре настолько каких-то ненужностей тогда вы посмотрите кто вообще эти прямые эфиры проводят на некоторых людей новыми вновь вообще как бы и не надо камере подпускать но люди без комплексов они понимают что вы в любом случае найдете своего зрителя вы вот это вот четко понимаете если вы рассказываете с душой вы все с душой рассказывайте вы в любом случае найдете своего зрителя люди которые профессионалы, и их обсирают там постоянно. Ну, это интернет, понимаете? Ну, к этому нужно спокойно относиться. Ну, от этого не избежать. Ты хоть, Дева Мария, все равно там найдется какие-нибудь люди, которые тебя... Запись тоже отключите. Да, все.